Всех приветствую! Наконец-то приехали ко мне проялочный свет лосев и свет обычный, не проялочный. Вот так и он называется, светильник P2 Ultra Pro. Ну что, открываем, смотрим. Наши лампы пришли в чехлах. Вот чехлы, ручки есть, вот ручка. Мягкие под кожу, может дерматин. Тут есть подкладка поролоновая, мягенькая. Инструкция, гарантийные обязательства. Вот такая наша лампа. Интересно, что вот эти торцы, они резиновые. То есть это все резина. Прошлые у них были, я видел, что они пластиковые и когда при падении все ломается, трескается. Это же она резиновая. То есть торцы. Резиновая. Это классно. Включение, выключение. И также есть кнопка регулировки яркости. Одна линза. Ручка регулируется по наклону. Сюда подходит ручка. Вот валика можно вставить и на палку. Сейчас, кстати, попробуем. Вот есть такая вот у меня маленькая ручка. Ну и все, вот вдел. Плотненько, хорошо, все не болтается. Все можно приставлять к стене. И будет светить. Шла в наборе стеклозащитная пленка. Две штуки. Одну я уже наклеил. Чуть-чуть коряненько наклеил. Вот. Ну, в целом, хорошо. Вторую, конечно же, в следующий раз, когда потрется это стеклышко. Можно будет наклеить уже более качественно, уже умеючи. Итак, включаем. Провода здесь где-то 8,5 метра примерно. Ну, 8,30. Так. Включили. Полоса у нас 5 градусов. Вот это вот. 5 градусов. Ставим. Вот. Видите, какая узенькая полоска. Так. Регулировка яркости. Как работает? Раз, два, три, четыре. Это самая слабенькая. Вот опять ярко. Так. Угол 120 градусов. 5 градусов у нас ширина луча. Вот так вот раскрытие. Алюминиевый корпус. Здесь пластиковое стеклышко прозрачное. Понятно. Что сказал? Резиновые торцы. Все круто. Пойдем сейчас на объект и посмотрим, как она светит по факту на стене. Сейчас мы открываем нашу лампу. Основной свет. То есть это можно использовать для покрасочных работ безвоздушкой или валиком. То есть тоже вдоль стены поставить и смотреть по отражению. Где покрасил, где нет. Очень удобно. Чтобы не прожектор, который слепит глаза, а лампа. Так. Здесь провода уже поменьше будет. Метров пять здесь наверно. Так. Светодиодная лента очень часто в светодиодике. Сейчас. Вот. Светодиоды у нас почаще будут. Труба здесь алюминиевая. Тоже регулируется. Здесь диаметр вход. Гаечку или также ручку для валика. Ручку для валика надо будет подделать. Вот. Ручка для валика подходит. Можно здесь ее сделать на резьбу. В целом у меня есть штатив для уровня лазерного, у которого есть длинный болт здесь. Я его в целом могу ставить на штатив и уже направлять себе на рабочую область. Итак, включу. Посмотрим. Здесь, как видно, кнопка включения. Регулировки яркости нет. Точно также здесь имеются резиновые торцы. Торцы резиновые. Все мягенько. Все хорошо. Удара прочно. То есть это, конечно, плюс классный, что резиновые торцы нигде ничего не царапает. Даже если к стене ее прижать, она не поцарапает стены. Включаем. Выключим прожектор наш. Вот так освещение у нас идет. Тоже не сильно широкий угол. То есть глаза слепить будет минимально. Видим, что на лампу камера не реагирует, не моргает. То есть это плюс. Видосы снимать хорошо будет. Такой вот свет. Так, включаем прожектор. Параметры. Так, по толщине 8 сантиметров, по длине 38-39 сантиметров длина. Длина лампы. В целом все супер. Сайт лосевком. Цена, конечно, на эти лампы не маленькая цена. Вот моя проявочная лампа, которую я делал самостоятельно. Линзы заказывал с Китая. Лампы, светодиоды заказывал с Китая, которые под 220. Небезопасно. То есть если там где-то вдруг чуть-чуть проводок пробьется, по корпусу даст хорошо. Пойдет по рукам током. Это небезопасно. Тоже, по-моему, 15 градусов развертывание угла. Так, 120. Включу вам, посмотрите, для сравнения. Что? Это дешево. Это где-то 10 бакса вышло у меня, вот эта вот штука. Ну, тут еще нужен радиатор, который с кулером, потому что греется жестко, очень сильно греется. Минут 10 все в руке держать невозможно. Нужен кулер еще. То есть, ну, 20 бакса выйдет. Ну, как бы... Ну, включу, посмотрите. Вот так светит. Вот. Вот это две лампы. А сейчас давайте включим вот эту лампу. Включим. Вот сверху мою. Включаем. Вот. Почувствую разницу, как говорится. Видите, да, разницу? То есть, вот, на одном уровне держу. Моя тусклая. Это насколько ярко. То есть, цена соответствует качеству. Это я даже не снимал видос, как делал, потому что стыдно и жестко вообще. Это делал, потому что надо было выполнять работу по-быстрому, что-то склепал. Вот. Поэтому я даже не снимал видос, как эту лампу делал. Вот. А это, с этой уже солидно. Пришел на работу, глянул стены, что делать, что не делать. Ну, давайте, ладно, посмотрим. Тут у меня в гараже стена. Вот такая красота. Вот такая красота. Понимаете, да? Вот. Вот как оно показывает. Вот. Так-то смотришь вообще отлично. Вот так к стене прижал и погнал. Давайте мою включу. Ну, а вот моя, как светит. Вот. Видите, она тоже, как бы, светит вроде как хорошо, но тускловато. То есть, ее надо чаще перестали, то есть, как эту можно поставить. Ее можно поставить в одном месте. Вот так к стене прижал. И всю стену делаешь. Всю стену делаешь. А моей так не получится. Но зато дешево. Пошли посмотрим на объект. Посмотрим стены. Как там было подготовлено. Заказчик просит покрасить стены. Говорит, там их чуть-чуть нужно подправить. Пойдем посмотрим, что там можно подправить с этой лампой. Итак, вот наша лампа. Это лампа основного освещения для покрасочных работ. Мы ее будем использовать. То есть, так вот наклоняем. Вот. Получается, мы ее наклоняем. И видим, когда красим или без воздушкой, или валиком, видно полосы отблеск. То есть, это контровой свет. Регулировки яркости здесь нет. Но это не страшно. Так как нам нужна максимальная яркость, чтобы красить. Не эту, конечно, стену. Эту стену под обои. Люди подготовили. Не мы здесь делали. Вот. Лампа. Свет у нее яркий. Поэтому в этом плане здесь все хорошо. То есть, эта лампа годится. Вот. Как говорил, длинный болт на штативе. Штатив такой уже повидавший жизнь. Вот. Получается, закрепили эту трубу. Со штативом она все регулируется. Здесь еще можно в отношении трубы все сместить, наклонить, если надо, где-то вниз. Вот так вот. То есть, в целом, вообще классно все. С этой лампой будем работать. Ее будем использовать для покрасочной работы. Или на стену, или даже, если надо будет потолок красить, то просто поднимаем под потолок лампу и она светит вдоль. То есть, в целом, будем эту лампу использовать для покрасочных работ. Теперь берем наш проявочный свет. Так, проявочный свет включаем и смотрим стены. Вот такая красота у нас показывается. Вот такая красота. Вот бугорок наплыв. Это видно хорошо. Сейчас этот же бугор мы проверим с нашим прожектором на 150 ватт, который мы использовали раньше. И посмотрим, будет ли видно этот бугор. Вот, видно бугорок. очень жестко моргает. Вообще моргает жестко. Так, вот бугорок видно, что бугор есть с нашим прожектором, но его надо ставить очень близко. Вот, видны неровности. Здесь неровности тоже видны. неровности. Ну и все. Дальше у нас особо сильно не показывает. Вот, смотрим неровность. Вот наша неровность. Вот, тут опустим, ставим и видим просадка на гипсокартоне на стыке. неровность. ловность. Здесь ловность. вот яма. Сейчас ставим наш прожектор, с которым раньше работали и смотрим, что он покажет. Вот наш прожектор. просадка просадку на гипсокартоне показывает. А эту неровность не показывает. Также не видно вот это вот. Ну, видно чуть-чуть, но не совсем. То есть, как бы под прожектор кажется, что более-менее все хорошо. то есть, вот эту вот видно, да, просадка есть. Ну, бугра не видно. То есть, по факту, под этот прожектор я бы тут просто шпаклевал вот эту полоску и все. И, казалось бы, хорошо. А по факту здесь бугорок. По факту здесь надо затирать. А потом подшпаклевывает. То есть, в целом, вот так оно показывает. Вот, допустим, бугвар, да? Отчетливо видно бугвар и провалы гипсокартона. Сейчас посмотрим эту же точку с прожектором. Вот прожектор. как бы тут наплыв видно чуть-чуть за счет вот этого вот стыка. Но так, чтобы это бугвар, оно не показывает. То есть, конечно, проявочная лампа показывает гораздо отчетливее все. Вот проявочная бьет. Понятно, под нее мы шпаклевать не будем. Стены будем, только если это вдруг надо будет заказчику. только если он скажет, что я плачу за это, потому что за такую работу будет цена гораздо выше, так как здесь больше работы. Но в некоторых местах стены такие же, и заказчик говорит, что надо покрасить. Но их надо доводить для покраски. вот так вот ставим. Вот так вот ставим на палку. И занимаешься здесь. Занимаешься подведением подшпаклевого выжж где-то. В целом вообще с лампой будем работать. вот так вот поставили и наблюдаем неровности. Не, класс. Классно. Вот. Поэтому эту лампу будем использовать для покрасочной работы. А проявочную будем использовать для подготовки стен под покраску. Так что инструмент появился. Будем им работать. и повышать качество своих работ.